здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики канала amazonia dream сегодня не будет никакой интриги не будет никаких вступлений сегодня я хочу с вами поговорить о компании акванова и о ее продукции в частности сегодняшнем обзоре мы рассмотрим внешний фильтр компании ncf 2000 который предназначен для аквариумов до до 700 литров кроме этого в следующих обзорах у нас будет выпуск с помпой течения компании акванова на 5000 литров в час и с подъемной помпой 5000 литров в час тоже так что это мы оставляем для следующих обзоров ну а сегодня мы будем говорить о внешнем фильтре поехали друзья мои перед тем как запустить это видео рекомендую вам посетить интернет-магазин aquaprofi.com.ua ребята любезно и без лишних вопросов согласились предоставить оборудование обзоры на которые вы увидите сегодня в этом выпуске так что в качестве благодарности я хочу их немножко пропиарить этот интернет-магазин является официальным представителем торговых марок эхэйми акванова в украине предоставляет официальную гарантию а также широкий ассортимент продукции комплектующих и запчасти к ней при формировании заказа в интернет-магазине на сумму свыше 500 гривен интернет-магазин aquaprofi любезно согласился предоставить всем зрителям канала бесплатную доставку так что пользуйтесь моментом а я запускаю видео итак друзья мои акванова компания польская но производство все находится в китае фактически эта компания взяла самое лучшее китайских инженеров и старается воплотить и все это под своим брендом что хочу сказать зашли они на рынок достаточно недавно и последнее время я очень так последний где-то год я постоянно слежу затем за той продукции которую она выпускает и хочу сказать что многое их продукция мне очень сильно нравится связи с этим я и попросил ребят предоставить мне некоторое оборудование для того чтобы я сделал обзоры и познакомил вас друзья мои с продукцией этой компании сейчас у меня на столе находится фильтр значит на 2000 литров его производительности предназначен он для аквариумов до 800 литров и но это как бы конечно же все заявляет производитель но давайте вскроем посмотрим что внутри а внутри друзья у нас вот такой вот фильтр значит ну честно говоря чем-то у меня джибель напоминает и причем даже очень и очень сильно и вот такая вот коробочка с разного рода причин дома но коробочки мы вернемся чуть позже а сейчас давайте внимательно рассмотрим этот фильтр значит сделан он из достаточно качественной пластмассы конечно же видно вот следы остатки пластика вот штамповки это не флюаль это не тетра и это не хим это понятно потому что и по цене он раза в три дешевле от своих немецких аналогов но тем не менее пластик достаточно качественный практически ничего не репит но даже тетрадский фильтр любит но тем не менее вот то есть такой он достаточно цельный ничего нигде не болтается внизу фильтра расположены резиновые ножки то есть он вот я по столу его шатаю и он так вот глухо стучит то есть ножки они будут гасить и вибрации вам и мягко стоять на той поверхности на которую вы его поставите сам фильтр выполнен из прозрачного темно-зеленого пластика опять же чем-то мне напоминает джибель и тот же эхэйм ну и с такими вот серыми вставками ну просто вот если вот так вот не знать что это акванова то сдалека можно подумать что фильтр все-таки джибель из наверху фильтра находится два отверстия для забора и подачи воды в аквариум здесь у нас большая кнопка которая достаточно легко продавливается для того чтобы закачать воду фильтр с чего кстати нет во многих фильтрах даже дорогих ну и собственно 4 ручки и 4 запорных крана клапана не знаю как то правильно назвать защелки которые собственно и крепят голову к канистре самого фильтра давайте посмотрим что внутри находится не честно говоря очень интересно открывается все это дело очень легко и сразу что хочу сказать ну достаточно деликатная конструкция вот этих вот защелок ну если конечно учитывать тот факт что туда не надо лазить там каждый день а там раз в три месяца в принципе пользоваться ими аккуратно то в принципе защелки имеет право на жизнь а так достаточно они такие нежные мне кажется хорошо и сразу вот еще одна бочина друзья видите голова фильтра вынулась вместе с первой корзины ну сразу скажу что это не совсем удобно в процессе обслуживания фильтра потому что все какаки которые будут вот здесь находиться они все по разлетаются в общем-то голова голова фильтра имеет запорный шарик вот здесь это у нас получается наверное у нас получается выход из из фильтра да она имеет обратный клапан то есть который не позволит в случае отключения электричества не позволит воде пойти обратно в аквариум это радует здесь у нас находится ротор все ребята все промаслено маслом то есть ну вот все такое жирное мне все смазано хорошо но чтобы не наверное не знаю там не жарела или там держалась хорошо значит здесь у нас находится ротор вот такой такая вот задвижка и здесь крышечка и сам ротор друзья находится на керамичной оси он неразборный он ведет вместе с керамичной осью что с одной стороны плохо потому что если вдруг его надо будет поменять то это как бы по-любому будет дороже но с другой стороны это сведет к минимуму так часто встречающийся поломку керамической оси но сама ось керамическая и что вот я вижу друзья здесь идет втулка то ли пластик то ли тоже керамика вот в которую заходит керамическая ось и это . стоит в таком резиновом сальнички вот вот он пальчиком так двигается значит этот сальник будет предотвращать вибрацию это кстати тоже очень хорошо продумала компания так здесь еще на крышке есть резиновая прокладка чтобы вода не сочилась стороны то есть я думаю что разобрать всю эту конструкцию для обслуживания будет достаточно легко четыре болта снимаем все можно поменять мотор то есть без проблем вообще так здесь пока меня все радует что еще значит прокладка резиновая есть по контуру достаточно хорошая прокладка и я надеюсь она будет нам хорошо держать воду из-под головы этот фильтр не потечет но это мы увидим дальше в процессе здесь друзья у нас находятся четыре корзины первую очередь порадовала друзья то что каждая корзина имеет резиновую втулочку и она плотно друг на дружку заходит вот таким вот образом вот килограмм керамики идет в очень красивом мешочки с молнией это можно будет вынуть промыть сама керамика что я вам скажу такая обычная китайская керамика ничего особенного с другой стороны она в первую очередь предназначена для того чтобы равномерно распределить течение воды из низу фильтра вверх так что вот с нее даже вижу сыпется с этой керамики так что я думаю что в процессе она может даже и посыпаться так далее у нас идет корзина с активированным углем уголь упакован точно в такой же мешочек доставать я его уже не буду в этом нет необходимости уголь и думаем все понимают что это такое мешочек с углем тоже идет аналогично керамики то есть мешочки только черного цвета и тоже с молнией чтобы его можно было достать и заменить в случае необходимости в следующей корзине у нас идет крупнопористая губка очень крупнопористая губка я бы сказал что просто капец насколько она крупнопористая и в последней корзине у нас идет маленький тоненький лист синтепона значит первое что меня разочаровала во всем этом это малое количество наполнителей то есть синтепона сюда можно было бы положить больше губок ну как минимум еще штучки две-три сюда тоже можно было бы добавить ну керамики плюс-минус может быть и хватит уголь я вообще как бы не знаю для чего он это только при запуске аквариума потом он в аквариуме вообще не нужен я бы эту корзину тоже заложил каким-то бионаполнителем но с другой стороны друзья меня сильно очень порадовало то что все корзины идут с вот такими вот резиновыми втулками то есть они плотно друг на дружку заходят и соответственно очень хорошо держится друг с дружкой вот плотненько заходят и это как бы вода вот сюда попадает вниз а потом уже через низ снизу вверх идет подача воды в аквариум и соответственно вот эти все вот нюансы что она все плотненько заходит и плюс ко всему вот эти втулочки здесь не будет на сторону протечки воды и собственно вся вода как бы должна идти через корзины это радует значит еще раз повторюсь канистра сделана из прозрачного пластика достаточного толстого где-то здесь миллиметров пять может четыре может пять толщиной значит внизу здесь сделаны такие поставочки чтобы канистра не полностью становилась на дно и не подзабивалась то есть туда как бы собирался мусор вот значит корзины давайте поставим их на место посмотрим насколько заходит фильтр корзины устанавливается очень легко я ее просто бросаю ее даже особо поправлять не надо она хорошо и плотно заходит внутрь фильтра вот следующая корзина а я понял для чего эта прокладка друзья это прокладка для того чтобы вода по бокам не сочилась по бокам корзина и шла именно через центр через наполнители это тоже кланова хорошо придумала вывод я поставил все корзины на место и вижу что зазоры в последней корзине достаточно большие сюда даже палец провозит но если учитывать тот факт что там есть прокладка да то принципе вода уже сюда не по сторонам протекать не должна это скорее всего сделано так что синтепон забьется раньше чем например губка либо там какой-то бьет наполнитель и прокладка стоит на второй корзине потому чтобы все 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 вся вода шла через бьем наполнители а если синтепон подзабивается чтобы это не влияло на мощность фильтра что вода может уходить немного по бокам я думаю что это было сделано для этого но как бы если я не прав поправьте меня пожалуйста в комментариях устанавливаем решетку решетка становится очень плотно к стенкам что тоже не даст возможности воде не протекать по бокам и теперь друзья устанавливаем на место нашу голову вот таким вот образом и защелкиваем защелка все очень просто друзья мне очень понравилось если честно разобрать и собрать фильтра очень легко и просто без каких-либо танцев с бубнами единственный нюанс это что первое давайте еще раз попробуем еще раз попробуем поднять ну вот мне не понравилось ну да друзья вот это вот нет больше всего не понравилось в этом фильтре что как бы первая корзина выходит вместе вместе с головой и это конечно печально так но тем не менее фильтр мы собрали отставляем его в сторону и давайте посмотрим что у нас находится в волшебной коробочке а волшебной коробочке у нас находится это назвать и крепление для шлангов что ли там запорные клапан клапаны я не знаю значит что нравится вот я вижу сейчас здесь есть два шарика которые без вот этих всяких кранов и так далее автоматически перекрывают воду когда вы отсоединяете это от фильтра то есть у вас здесь получается давайте прикрепим посмотрим как она монтируется все сюда так заходит и раз все то есть сюда уже пошли шланги вам нужно обслужить фильтр вы поднимаете и вынимаете вот эту штуку автоматически получается здесь есть два обратных клапана два шарика которые автоматически перекрывают ток воды это все остается с аквариумом шланги в аквариуме это все вы берете фильтр обслуживаете и потом ставите все это обратно то есть мы продумали хорошо как это все будет в эксплуатации но это уже нужно смотреть как то есть нет вот этих всяких там крана вентилей дополнительных и тому подобных вещей то есть это мне нравится относительно сами шлангов друзья посмотрите на цвет зеленый трубки зеленые заборная решетка зеленая дождевалка все зеленое блин этот эхейм я не знаю ну это просто капец это скопировали эхейм один в один фактически дизайн дизайн джебеля внутреннее строение похоже на и вот эти вот вот эти вот штуки которые вращаются да они похожи на тетру ну а шланги это друзья кто эхейм но тем не менее все таки бренд китайский и оконова возможно правильно сделала что скопировала все самое лучшее от хороших производителей возможно все в это в целом как бы и составила хороший фильтр который мы сейчас с вами протестируем значит дождевалка есть в комплекте друзья мои но это гениальность китайской инженерии друзья мои это две трубки с отверстиями ну как бы дождевалка но вместе и скрепить можно только с помощью вот такого куска шланга который идет вот здесь в комплекте то есть одеваем сюда сюда и получается у нас как бы дождевалка ну это конечно гениально просто просто проще уже некуда друг гениально придумали точно так же крепится точно так же крепится получается дождевалка и вот этому выходу да она точно так же крепится сюда потом ищет здесь дождевалка потом еще кусочек шланга и потом опять дождевалка нет это весело друзья но дождевалка я сегодняшнем обзоре подключать не буду потому что я ими практически не пользуюсь так ну значит что пластик вот этих трубках хороший плотный пластик нигде ничего не прогибается все нормально сделано не рик не скрипит все ценные радует все кроме цвета заборная решетка друзья мои ну честно вам скажу это заборная решетка не для аквариума с крупной рыбой в частности там скаты самые какие-то крупные потому что они и съедят очень быстро у меня даже флювалицкую заборную решетку скаты съели но это опять же у кого смотря какая рыба так то в принципе она держится неплохо давайте попробуем собрать всю эту конструкцию в единое целое теперь друзья относительно шлангов ну шланги достаточно достаточно хорошие шланги друзья три миллиметра не меньше трех точно может даже четыре толстить толщина стенки и шланги с внутренним диаметром я думаю двадцатка где-то а может даже 22 ну очень толстые шланги и и длина друзья мои метр сорок метр пятьдесят то есть в этом плане акванова не экономили шланги действительно хорошие и шланги посмотрите я сейчас его изгибаю да и он не переломливается то есть я могу его вот так вот даже скрутить и он не переломливается шланг видите вот это очень хорошо это плюс минус аналог хейма давайте значит крепление никаких шлангов с вот этими вот всеми деталями нет все очень просто вот таким вот образом засовываем это дело сюда это дело засовываем вот сюда заходят трубки все достаточно плотно если подальше засунуть то потом и просто даже и не вытащишь и да друзья я забыл сказать что комплектация идет четыре вот таких прокладки резинки для чего они я пока что не разобрался не разбирался я еще не смотрел документацию возможно это какие-то где-то там сальнички что-то там менять если вдруг что-то где-то там будет работать не так и есть еще комплектации друзья присоски значит само крепление для присосок аналог тетровских качество очень хорошая не штамповка видно что действительно качество хорошее единственный нюанс что их очень мало всего всего-навсего 4 присоски по качеству как они будут держать мы сейчас проверим в аквариуме сейчас я вот это все дело подготовлю соберем это все дело в одно целое и подключим к аквариуму проверим присоски проверим сам фильтр как он работает что ж друзья подсоединяем ваши шланги к фильтру значит еще хочу сказать что вот здесь крепление но точь-в-точь как в тетры то есть сам зажим на шланг и плюс вот эта возможность разворачивать направление крана мне кажется что его решение достаточно неплохое я уже 7 лет где-то наверное используют тетровские фильтра и не вот это все у них очень нравится соответственно здесь все сделано аналогично все зажимается очень хорошо вот вы видите и принципе я собрал всю эту конструкцию в одно целое здесь у нас получается выход здесь у нас заборник сейчас мы все это дело установим в аквариум и посмотрим как он запускается на сухую то есть я его собрал сейчас без воды без ничего запускать на этот фильтр будем сухую не переключайтесь собственно друзья я установил этот фильтр на землю и у меня получается где-то подъем воды будет около метра до до самого аквариума до выхода воды и забора поэтому я думаю что в принципе это будет достаточно для того чтобы проверить работоспособность этого фильтра так что давайте попробуем его запустить где у нас здесь розетка сейчас сейчас одну минуту друзья я включил этот фильтр в розетку и сейчас будем пробовать закачать воду в сухой фильтр то есть без воды полностью как у нас это получится и вы знаете что ничего у нас не получается вода не закачивается то есть из чего следует что все таки для запуска этого фильтра нужно наливать в канистру воды иначе ничего не получится сейчас как вы можете видеть я запустил значит пустил воду самотоком в фильтр то есть не наливал воды а просто пустил самотоком вот вода сейчас наполняется фильтр вот вода сейчас сама наполняется фильтр вот выходит воздух из фильтра и сейчас мы попробуем еще раз покачать помпу ну ребят дело пошло вода закачивается правда не такими темпами как бы хотелось но тем не менее закачивается вода прям все вода пошла очень хорошо очень интенсивно вот вы можете видеть прям вообще пошла вода хорошо Аж выплескивается вот там, вот видите Вот фильтр сам выталкивает лишнюю воду Не, ну молодец, он правда выкачал мне Смотрите, сколько воды выкачал из аквариума Это аквариум на 210 литров И вот он, друзья мои, момент запустился Фильтр, все, пошла жара Фильтр работает Друзья, ну вот фильтр запустился Практически сам запуск вообще никакого труда не составил Меня это очень порадовало И что я хочу сказать Ну реально, вот смотрите, сколько отверха воды не стало в аквариуме, да? Это вся вода, друзья мои, ушла в канистру Этот аквариум на 210 литров И вот посмотрите, сколько он выкачал из него воды Сейчас я Сейчас я вам покажу Какой напорчик у нашего фильтра Вот смотрите струю Я не буду замерять Друзья, я не буду замерять Отвечает ли заявленный 2000 литров в час Тому, что выдает по факту фильтр Но я вам могу смело сказать, что вот этот напор Это намного больше, чем 1200 литров в час То есть фактически Даже если есть какое-то падение мощности То оно Достаточно незначительное И еще хочу сказать Несколько слов О Шуме, который создает фильтр Вот я сейчас Вплотную прямо возле него Вот слушайте, как работает фильтр Честно, друзья Я его не слышу вообще Я его вообще не слышу Вот сейчас я реально сижу Буквально сантиметров 30 Камера от От самого фильтра И я не слышу, как он работает То есть он работает очень тихо Друзья, в общем я долил воды В аквариум Вот, потому что шумел аквариумский фильтр Там головка вылезла из воды И он просто Хлюпал водой В общем, хочу сказать, что Работы этого фильтра вообще не слышно То есть он работает полностью бесшумно Что меня безмерно радует Мощность прекрасная Но сейчас я хочу сделать Экстренную остановку И посмотреть, как себя поведет фильтр Снять вот эти краны И сделать, ну как бы Что-то наподобие Обслуживания фильтра, да Давайте попробуем это сделать Итак, друзья Отключаем фильтр от сети Останавливаем ее работу И сейчас я хочу Снять вот эти краны Посмотреть, потечет вода или нет Оп Смотрите Друзья Вот вы видите, что никакой воды Запорные краны Вот здесь шарики Они перекрыли воду Я даже пальцами продавить не могу Они настолько плотно, настолько туго Сюда заходят Вот ничего не протекает Все хорошо, все прекрасно То есть можно брать Вот это все вот так вот ложить И идти обслуживать наш фильтр Итак, друзья Подрезюмируем все то Что мы с вами сегодня проделали Мы разобрали полностью фильтр Посмотрели, что в нем К чему Попробовали Запустили его в аквариуме И в итоге Я хочу подвести черту Сказать свои за И свои против этого фильтра К положительным качествам Можно отнести Качество сборки Ну действительно Пластмасса у этого фильтра Как, грубо говоря, для Китая Достаточно хороша Он не скрипит Он не Нигде ничего там не подтекает Все прекрасно, все хорошо По качеству сборки У меня вопросов К производителю нет По качеству наполнителей Конечно, минус Потому что наполнители Во-первых, не совсем хорошие Не совсем качественные Во-вторых, их очень мало То есть фактически При покупке такого фильтра Будьте готовы к тому Что вам наполнительный Нужно будет докупать Далее Относительно конструкции Самой корзины Ну что могу сказать Громадный плюс 25 литров корзина Ну точнее не корзина А канистра 25 литров Это вам, друзья, не это Это достаточно много И это достаточно Вместительная канистра Четыре корзины Которые находятся внутри Заходят достаточно плотно Есть уплотнители И я думаю Что с циркуляцией воды Внутри самой канистры Проблем тоже не будет То есть Все это Производитель Продумал Насчет Закрывания Открывания Фильтров Тоже Все хорошо закрывается Все хорошо открывается Все прекрасно держит Уплотнительная резинка Продумана на высоте Наподобие Тетровской Но есть нюанс Именно по самому Креплению То есть Оно у меня Вызывает подозрение Что Ну Если вдруг Где-то резким движением Что-то там не так сделать Возможно Оно где-то Может что-то там Поломаться Но это только Мои предположения Друзья Это можно проверить Только Используя этот фильтр Год, два, три Ну никак не там Двадцать минут Или полчаса Во время его тест-драйва Далее Очень понравилось Вот обратный клапан Вот здесь В самом фильтре Потому что если вдруг Отключат воду То обратный клапан Перекроет вам воду И соответственно Ну не завоздушится фильтр Не будет никаких проблем И так далее Это тоже очень хорошо Продумал производитель Насчет Шлангов Шланги вообще Потрясающие Ну конечно Заборная решетка Оставляет желать лучшего То есть заборная решетка Достаточно мягкая Она не Не очень плотно заходит И конечно же Над этим производитель Мог поработать Но это друзья Мелочи Шланги В принципе Если у вас руки Из нужного места Вы вообще выбросите И будете использовать ПВЦ трубы Эти все заборные решетки И так далее Зеленого цвета Тоже вы использовать Не будете Да и зеленый цвет В аквариуме Ну например У меня с черным фоном Сами понимаете Как это все будет выглядеть То есть тут я ставлю Минус за цвет Минус за заборную решетку За ее качество пластмассы И плюс За качество шлангов И качество трубок За это все плюс Присоски друзья Ну крепление у самих присосок Точь-в-точь Как в тетры То есть Пластик очень хороший Защелкиваются Они очень хорошо И сами присоски Я вот пробовал на стекле И вы видели в видео Они очень хорошо Крепятся стеклу Ерзать их туда-сюда Никто не будет Но опять же Любая присоска Имеет какой-то там Определенный период эксплуатации И там через полгода Голд времени Она конечно же Может не держать Как следует Ну хотя в принципе С тетра У меня проблем не было А вот акваэля Присоски Не всегда хорошие У больших фильтров Внутренних Там таких как Аквайль турбо И так далее Присоски вообще Ни фига не держат Зато у акваэля Фан первого Второго Третьего Присоски шикарные Они годами работают И все хорошо То есть По присоскам у меня Вопросов к производителю Нет они держат хорошо Но по крайней мере Пока новые Далее Но только в процессе Эксплуатации Можно будет увидеть Значит К минусам Еще хочу отнести Тот факт Что Достаточно большое Энергопотребление У этого фильтра То есть 50 ватт В час Это друзья мои Достаточно много Для работы В 2000 литров В час То есть Ну как бы На сегодняшний день Помпу сюда Можно было сделать И поэкономичнее Хотя бы там 20-25 до 30 ватт В час Ну учитывая Его стоимость С этим можно смириться В принципе Тот же Тот же Флюваль Или Эхейм Не намного меньше Потребляет Электроэнергии Но все таки Меньше Ну и Мощность фильтра 2000 литров В час Тоже можно Отнести К плюсам Как и Размер Самой канистры Потому что 2000 литров В час Это достаточно Хорошая Мощная Подача воды И для Больших аквариумов Ну например В тоник Поставил Два вот таких Фильтра Поставил Какой-то Фитофильтр Я думаю Что вам Такой фильтрации В тонике С плотной посадкой Рыбы В принципе Будет Вполне Достаточно Ну при условии Что есть еще Какая-то там Биофильтрация Отдельная И фитофильтрация Вот Использовать его Как биофильтр Для аквариума 800 литров С плотной посадкой Даже вот для моего Аквариума 600 литров С плотной посадкой Я бы Ребята Не стал бы Я лично Потому что Я знаю точно Что этих 25 литров Канистра Не справится С биофильтрацией Мне таких Канистр Надо как минимум Там штучки Три На ту плотность Посадки Рыб Что у меня Но если у вас Домашний видовой Аквариум В котором плавает Несколько рыб Этот фильтр Вполне Имеет право На жизнь Ну и последнее Что я хотел бы Отметить В положительную Сторону Этого фильтра Это его цена Друзья Потому что Ну на сегодняшний день Побороться Потягаться С ним По ценам Может только Атман И Ресан Все То есть Ресан Я бы вообще Не рассматривал Как Производителя Внешних фильтров И конкурента Этому девайсу Ну а честно говоря Атман Внешний фильтр От Атмана Я никогда Не пробовал В эксплуатации Хотя знаю Что они есть И там даже По моему Есть УВ встроенный Но Тем не менее Я не использовал Таких фильтров Поэтому Сравнивать Мне как бы И не с чем Но по цене Это единственных Два конкурента Плюс-минус Этому фильтру Но учитывая Тот факт Что здесь Все таки Канистра Больше Мощность Большая Работает Он полностью Тихо Вообще Его не слышно Я бы Все таки Поставил бы Больше За Чем против Этого фильтра То есть Если вы Ограничены В бюджете И вы хотите Себе Домой Приобрести Хороший Тихий Мощный Фильтр То Друзья мои Вот этот Фильтр Именно то Что вам Необходимо Друзья мои Я надеюсь Что мой Обзор Был Максимально Объективным Если Если я Что-то Не Озвучил Чего-то Не Учел Задавайте Свои Вопросы В комментариях Если У вас Есть Опыт Использования Вот такого Фильтра Такого Либо Немножко Менее Мощного Но Опять же От той же Компании Акванова Напишите Пожалуйста Своё мнение Об эксплуатации Этого фильтра В комментарии Под этим Видео Я вам Желаю Добра Удачи Здоровья Вами Вашим Питомцам С вами был Андрей Зубкевич Всем пока И до новых встреч